МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Откуда дым? Запах гари донёсся в Ноябрьске из соседнего Хмау. Сегодня спасатели выявили очаг возгорания и на территории ноябрьского лесничества. Искусство руководить в Газпромнефть-Нефтегазе начала работу школы управления проектами. И тренировка микс-файтеров. В ноябрьске прошёл окружной семинар Федерации ММА. Откуда пахнет дымом? Сегодня ночью в некоторых районах города ощущался запах гари. Как рассказали в ноябрьском лесничестве, этот неприятный и знакомый горожанам с прошлого года аромат принёс в ноябрьский ветер соседнего Ханты-Мансийского автономного округа. Там уже довольно сильно горят леса. Тем временем в 15 километрах от города у автодороги, которая ведёт к пограничному месторождению, тоже зафиксировано возгорание. Эти кадры сегодня снял наш телеоператор. Недалеко от посёлка Мечта горит около пяти гектаров леса. Территория эта также относится к ХМАУ. И, как уверяют спасатели и лесничие, ни для города, ни для дачников возгорание никакой опасности не представляет. Пожар пока ещё не ликвидирован, но уже локализован. В целом же на территории ноябрьского лесничества на данный момент зафиксирован только один очаг возгорания. Его обнаружили сегодня во время профилактического облёта территории. Огонь полыхает в районе реки Пякупур, в 60 километрах от Ноябрьска, в сторону Муравленка. Горит примерно 20 гектаров леса. Сегодня туда вылетели две группы десантников-пожарных ноябрьского поисково-спасательного отряда. Кстати, со вчерашнего дня в нашем Пуровском районе введён особый противопожарный режим. А это значит, что теперь, к примеру, на берегу озера Светлое жарить шашлыки нельзя. Иначе придётся заплатить штраф 3000 рублей. Тело водителя грузовика, который ещё зимой затонул в Аби, подняли. Напомню, трагедия на ледовой переправе через реку произошла 22 февраля. Под лёд ушёл грузовик, принадлежащий фирме «Спецстроинвест» с двумя жителями Тюмени. После трагедии поиски погибших продолжались примерно месяц. В марте их приостановили после того, как тело одного тюменца, Рамиля Галиева, нашли. И вот спустя пять месяцев тело второго погибшего, Сергея Тымкива, тоже достали. Это произошло 20 июля. В окружную столицу прилетела мама погибшего, Майя Тупикова. Сегодня ей предстоит процедура опознания. И уже сейчас она занимается оформлением всех необходимых документов, а также ищет цинковый гроб, чтобы увезти и похоронить сына в родном городе, в Тюмени. 120 километров ниже того места, где ушла машина под лед, поселок Чапаев. Нашли его рыбаки, ну и потом перезвонили в милицию. Мы, когда я приезжала сюда, в июне месяце приезжала, мы здесь ездили прямо на лодке по реке, и всех предупреждали, прямо я сама предупреждала, они там рыбачатся семьями прямо в лодке. Ну и там тоже маму плакали, конечно, они вот поняли, мы всем передадим, ну и своим, и все, и вот передали. Добавлю, по информации портала накануне.ру уже выявлен и наказан один из виновников страшной трагедии на Аби. Правда, строгость этого наказания вызывает массу сомнений. За две загубленные жизни гендиректор Ямалавтодора Андрей Шоля, именно его предприятие занималось обслуживанием Зимника, был уволен со своей должности. Житель Ноябрьска совершал преступление из мест лишения свободы. Полицейские установили личность злоумышленника, который обворовывал ноябрьцев с помощью сотового телефона. Им оказался 32-летний мужчина, который на тот момент уже отбывал наказание в Самарской тюрьме. Он действовал по достаточно стандартной схеме, звонил и представлялся сотрудниками ГИБДД. Говорил, что их родственники попали в ДТП, в котором погибла девушка. Чтобы избежать уголовного преследования, мошенник предлагал жертвам перечислить деньги на указанные счета. Доверчивые горожане охотно выполняли все требования. За три месяца таких махинаций на удочку попались 9 человек. Сейчас мошенник дал признательные показания и ожидает дальнейшего расследования преступления и приговора суда. Инвалиды, проживающие в собственных квартирах и домах, могут получить 50-процентную скидку на оплату жилого помещения. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Напомню, сейчас эта льгота предоставляется только тем, кто живет в квартирах, принадлежащих государству или муниципалитету. В пояснительной записке к документу сказано, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда. А тем, кто проживает в квартирах, принадлежащих им на праве собственности, скидка на оплату ЖКХ пока не положена, что ставит одно и ту же категорию льготников в неравные условия. Законопроект призван устранить неравенство. Его реализация будет стоить бюджету 22 миллиарда рублей. Всего в России живут 12,5 миллионов инвалидов. В государственном и муниципальном жилищном фонде проживает и пользуется скидкой по оплате жилого помещения только 30% людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет российская газета. Жители Ноябрьска активно интересуются судьбой своей пенсии. Горожане моложе 46 лет. За последние полгода часто обращались в пенсионный фонд для того, чтобы решить, кто же все-таки будет управлять их накоплениями. Напомню, до 31 декабря 2013 года граждане должны сделать этот выбор. Список государственных и негосударственных пенсионных фондов России можно посмотреть на официальном сайте Фонда России, на портале Госуслуг, а также на стендах управления ПФР в Ноябрьске. На сегодняшний момент можно сказать, что в пенсионный фонд из негосударственных пенсионных фондов возвратилось 89 застрахованных лиц. Из пенсионного фонда, то есть ПФР, ушли в негосударственные пенсионные фонды где-то около 200 застрахованных лиц. Из них подали 200 человек заявление на вступление в программу добровольного софинансирования. Искусство менеджмента в «Газпром-Нейберснефтегазе» начала работу школы управления проектами. Это программа, которая поможет раскрыть управленческий потенциал руководителей среднего звена. С ее помощью сотрудники предприятия не только научатся грамотно руководить своими подчиненными, но и улучшат навыки проектной деятельности в целом, что сегодня очень актуально, если хочешь быть впереди конкурентов. Кирилл Мигель побывал на одном из тренингов. Начальники управления и отделов, специалисты, ведущие и главные буквально на несколько дней сменили привычную роль. Все эти люди, пусть и ненадолго, вновь ищутили себя студентами. Правда, пары здесь гораздо интереснее, говорят они. Где еще вот так легко и непринужденно могут научить не только грамотно руководить персоналом, но и с нуля создавать проекты на благо предприятия. С самого утра и до позднего вечера мастер-классы, тренинги, упражнения. И все это в игровой форме. У нас в конце будет победитель, будет команда, проектный офис, которая наиболее успешно реализовала проект. Справилась со всеми неожиданностями, хорошо подготовила комплексный план, хорошо сформировала команду, распределила ответственности, полномочия между членами команды. Ну и выдвигала смелые, креативные решения. Университет управления проектами работает вот уже 20 лет. Его программы интересны даже большому Газпрому. А доверие такого гиганта еще нужно заслужить. Немало топ-менеджеров по всей стране в той или иной форме некогда прошли и эту школу. Не обделены перспективами и те, кто пришел повысить свою квалификацию сегодня. У нас была очень интересная группа даже не тем, что они были все активны, а тем, что они все разные. И мы разделили их на разные-разные такие группы, которые выполняют свои упражнения. Оказалось так, что в одной группе они сошлись такие очень опытные, такие матерые специалисты. В какой-то группе у нас были такие специалисты молодые, молодые мечтатели, молодые такие перспективные специалисты. И вот этим как раз вот они и интересно, то, что совокупность вот этого опыта, совокупность вот этого задора, она как раз дает результат. О необходимости провести обучение персонала заявило руководство блока разведки и добычи «Газпромнефть». Обнедрение единого языка, логики и терминологии управления проектами в практику специалистов, повышение их навыков командной работы и оценка потенциала – главная задача целой программы под названием «Школа управления проектами». Результат введен уже сейчас, даже тем, кто непосредственно вовлечен в процесс. Я считаю эти тренинги очень полезными, независимо от уровня подготовки, либо это ведущий специалист, либо это начальник отдела, потому что они дают полную картину информации, позволяют расширить горизонты, дают инструменты для управления, в данном случае для создания проектов. Интеллектуальный уровень возрастает, если мозговой штурм какой-то идет, и когда люди начинают активно принимать участие в этих процессах. Всего же в этом году по данной программе планируется обучить 100 человек. Так или иначе, полученные теоретические знания проявятся на практике, а все они в дальнейшем будут задействованы в реализации крупных проектов «Газпромнефть» на Ябрьскнефтегаза. Кирилл Мигель, Александр Иванов, новости нашего города. Число отличных тестов ЕГЭ на Ямале выросло в 4 раза, а процент школьников, не сдавших экзамен, снизился. В этом году единый госэкзамен сдавали почти 4,5 тысячи ямальцев. Среди предметов по выбору, как и в прошлые годы, наиболее востребованными стали общество знания, физика, история и биология. По сообщениям пресс-службы губернатора округа, успеваемость выпускников растет. Специалисты отмечают, что все больше ребят преодолевают минимальный порог по всем предметам. Неутешительными остаются лишь баллы по истории. Неут по ней получили 6,5% выпускников. Отличников же намного больше. В этом году по разным предметам 39 ямальцев сумели набрать максимально возможные 100 баллов. Кроме того, одна выпускница набрала максимальный балл сразу по двум предметам. Наш земляк Артем Байчук в числе медалистов Международной олимпиады по химии. Она завершилась накануне на базе Московского госуниверситета. Участвовали школьники из 75 стран мира. А российскую сборную представляли четверо ребят. Среди них выпускник ноябрьской гимназии номер один Артем Байчук. Он стал обладателем серебряной медали. Кстати, в Международной олимпиаде школьников участвуют ребята, победившие на Всероссийской олимпиаде. А потом еще и прошедший специальный отбор. Каждый из них уже имеет право поступить в любой вуз по собственному выбору без экзаменов. Нашему Артему, кстати, о вступительных экзаменах тоже переживать не придется. Он уже студент химфака МГУ. Сейчас он отдыхает в Москве и сегодня по телефону поделился с нами своими впечатлениями от Олимпиады. Наши русские профессора составляли, конечно, задания очень веселые и сложные. Потому что обычно там составляют такие на посчитать, то есть на скорость счета, образно говоря. Здесь, конечно, в основном было как раз-таки на мышление креативное. То есть натренироваться на эту задачу, на такие задачи, которые были, натренироваться просто там решением каких-то задач невозможно. То есть, чтобы их решить, нужны мозги хоть какие-то, чтобы были. Президент России Владимир Путин подписал закон о болельщиках. И его действие распространяется не только на прославивших себя не слушать стороны футбольных болельщиков Премьер-лиги. Ответственность предусмотрена для всех болельщиков соревнований, проводимых под патронажем Национальных Федераций Спорта. В Ноябрьске под эту категорию в первую очередь попадают любители мини-футбола и хоккея с шайбой. Теперь за неадекватное поведение смутьянам грозит штраф до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф и административный запрет на посещение стадионов от полугода до 7 лет. Бороться с болельщиками-нарушителями поручено сотрудникам полиции. И последнее. Накануне вечером спортсмены Федерации ММА Янау встретились в Ноябрьске на окружном семинаре. На татаме спортивного зала Центра Прометея вышли бойцы из Ноябрьска, Муравленка и Губкинского. О результатах встречи и о том, к чему готовятся сильнейшие в округе миксфайтеры, в заключительном репортаже выпуска. В спортивном зале Центра Прометея собралось почти 40 человек. Семинар окружного значения спортсмены Федерации проводят не впервые. Опыт показывает, что такие мероприятия имеют положительный эффект. Мы проводим уже второй такой семинар. Мы обмениваемся опытом, работаем с бойцами разного уровня, и с борцами, и с ударниками. Поэтому такие семинары нужно проводить очень часто, чтобы показывать результаты уже за округом. Несмотря на то, что ММА как вид спорта на Ямале, да и в России существует чуть меньше года, наши спортсмены уже успели показать высокие результаты не только в округе, но и на региональном уровне. На окружном турнире в Ноябрьске уже было разыграно три чемпионских пояса, а с соревнований в Тюмени спортсмены вернулись с золотыми медалями. Правда, эти успехи достаются нелегко. Тренировка, а именно с нее и началась встреча, даже со стороны кажется довольно тяжелой. Понятно, что под силу такой спорт далеко не каждому. Как правило, ребята идут сюда уже совершеннолетние, и ребята, которые занимались либо ударной техникой, либо борьбой. У новичков очень тяжело тренировать. Мы стараемся набирать отдельную группу, но смысла нет ставить их с профессионалами. Потому больших успехов достигают те спортсмены, у кого есть хоть какой-то опыт за плечами. Сюда идут и боксеры, и борцы, и каратисты. У каждого своя техника и свой стиль. Так что порой, говорят участники семинара, от противника не знаешь, чего ожидать. Здесь нужно подчеркнуть умение каждого отдельного вида спорта. То есть, если у тебя есть плюсы в борьбе, ты должен их использовать. Если у тебя есть плюсы ударной техники, ты должен их использовать. Где-то как-то нужно всегда уметь выявить свои плюсы в себе и выявить минусы в сопернике. Так что такие семинары не просто повод познакомиться, но и отличный шанс встретиться с потенциальным соперником лицом к лицу. Тем более, что сейчас спортсмены активно готовятся к соревнованиям окружного масштаба. Запланированы они на октябрь и пройдут в Губкинском. Мы уже ведем подготовку, ведем переговоры как со спонсорами, так и с организаторами турнира. То есть, я думаю, на должном уровне мы проведем этот турнир. Будем рады всех возвидеть. Приезжайте к нам. И мы очень надеемся на помощь и поддержку нашей администрации, Управление политической культурой и спортом нам обещало помочь. Мы надеемся на их поддержку. К слову о поддержке. Учитывая, что это спортивное направление на Ямале только набирает обороты, помощь спортсменам хоть и оказывают, но ее пока недостаточно для того, чтобы посещать турниры международного уровня. Нам на данном этапе помогает Центр гражданских инициатив ЕНАУ в лице Кирилла Истомина, исполнительного директора. Нам помогает муниципально-бюджетное учреждение «Прометей». И, соответственно, парни взрослые, работающие. Мы стараемся выезжать, посещать какие-то сборы, семинары уже за свой счет. Но это трудности временного характера. Тем более, что спортсмены в федерацию идут с большой охотой. Они готовы выкладываться по полной на тренировках для того, чтобы в будущем достойно представить Ямал. Есть такие планы поехать в Губкинский на соревнования. Сюда приехал для того, чтобы поделиться опытом, посмотреть, кто здесь что может. Самому интересно, чтобы время провести, приятно. В общем, когда борешься, бьешься в кайф. Пока в состав федерации входят спортсмены Ноябрьска, Муравленко и Губкинского. В скором времени ожидается пополнение. КММА присоединятся на Дым и Таркасале. Что же касается грядущих соревнований, то кандидатуры от Ноябрьска уже определены. Наш город в Губкинском будут представлять пятеро самых сильных бойцов. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. А на сегодня у меня все. Прогноз погоды на завтра, через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до встречи. Партнер программы – магазин «Потис Антверса». Торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» 25 июля в Салихарде Пасмурно. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура плюс 24 градуса. В Муравленко слабооблачный. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура 27 градусов тепла. В нашем городе Ясно. Ветер восточный до 1 метра в секунду. Температура плюс 27 градусов.